МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Игры кончились. Настало время столкнуться с чем-то реальным. Например, с Риал Сайенс в НГУ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Иди и повеселись по-научному. Это твоя игра, сынок. Дерзай. Познакомься с перваками, такими же новобранцами, как и ты. Немедли. Расскажи, если бы ты был каким-нибудь персонажем из игр, то кем бы ты был? Я был бы главным героем из игры Месть Боксера. Однозначно. Может, Гульман? Гульман, кстати, тоже неплохой вариант. Я была бы Ларой Крофт. Безымянный из Готики, например, который довелся всего сам. Я была бы Натаном Дрейком из игры Uncharted. Потому что он способный, очень умный, прошаренный в истории. Ну и вообще, типа, клевый персонаж. Если вы не знаете игру, советую. Ты учишься на... Экономическом факультете. На экономическом факультете. Смотри, если бы экономика, как наука, была бы игрой, то какой жанр игры это был бы? Аркады или приключения? Или что-то такое? Экономика. Ну, наверное, это приключения такое с препятствием. То есть, там, с инфляцией, там, со всякими... С графиками спроса, там, предложения и так далее. Это, в общем, ММО. Но с огромным упором, наверное, со значительным на кооперативной механике. На сотрудничество, на вот эти все системы кланов и всего остального. С огромной конкуренцией. Это была бы мобильная гризлка с кучей доната. Нам столько много всего придется делать, похоже. Может, была бы детская энциклопедия, анимированная. Может быть, да. С кучей терминов еще. Расскажи, с чего началась твоя игра в Ингу? Ну, вот ты спаунишься сначала в одном месте. Получаешь учебники. Идешь, ну, то есть, проходит обучение, обучалку. Первые вот эти демо-версии игры. Потом ты проходит первый босс. Это первая пара. У меня просто была высшая математика сейчас. Я плохо соображаю. Расскажите, какие ачивки можно собрать на сегодняшнем пикнике? Главная ачивка — это хорошее настроение. И неожиданно откуда взявшаяся хорошая погода. Лекции научно-популярные, в которых можно узнать все про игру. Должно быть полезно школьникам и первокурсникам. Они могут посмотреть, чем занимается этот университет, а не гадать там до третьего курса, кто же те другие люди, которые учатся в других аудиториях. Если организация пикника — это игра, то кто в ней главный босс? Ну, поскольку это университет, в любом случае, главный босс — это ректор. Этим пикником мы открываем новый учебный год в университете. Сегодня прекрасная погода. Я надеюсь, у всех наших гостей прекрасное настроение. Поэтому будет сегодня настоящий праздник. Привет! Вы тут сегодня больше наукой занимаетесь или в игры играете? Да, конечно, наукой пришли заниматься. Принесли свою аппаратуру с геологии и физического факультета. Сейсморазведкой занимаемся. У нас можно стукнуть кувалдой, посмотреть, как это все записывается, как это все обрабатывается, прикоснуться, так сказать, к науке геофизической. ФИСФАК — это то направление, где люди подходят к делу не только с руками, но и с головой. Поэтому здесь представлена разработка малокосмического аппарата, а именно демонстрируется отработка алгоритмов ориентации. Применяется магнитное поле как раз для того, чтобы успокоить аппарат, чтобы его как-то сориентировать на орбите, чтобы получить связь с Землей. Мы сегодня здесь рисуем бактериями. Вот у нас есть здесь палитра бактерий. В общем, можно взять петельку микробиологическую и попробовать ей что-нибудь нарисовать на плотной среде. Рисуй, рисуй. Что хочешь. Можешь, наверное, термот нарисовать. Солнце мы называем, что горит. На самом деле на Солнце происходит термоядерный синтез. И Солнце перерабатывает тот водород, из которого он состоит по большей части на сегодняшний день, в гелий. И таким образом происходит процесс термоядерного синтеза, который вырабатывает энергию, которая как раз и заставляет Солнце светиться. Так же, как обычная лампочка накаливания. И за счет этого светится. Могу ли я посмотреть на Солнце, как и все остальные? Пожалуйста, подойдите. Сейчас мой воспитанник, моего кружка настроит телескопы. Можно подойти. Поздравляю. Теперь у тебя достаточно мудрости, чтобы говорить с великими сенсеями от настоящей науки. Вперед. О, великий сенсей. История. Расскажите, о чем была ваша лекция? Я рассказывал о том, как на игры смотрели в средние века, в Западной Европе. Как игры связаны с Средневековьем? Ну, это часть жизни. Неизбежная часть жизни, потому что церковь часто их осуждала. Периодически это звучало, но в них играли. Причем играли даже представители церкви. Им периодически делали втык. Мы можем это увидеть. Людмила Викторовна, расскажите, о чем была ваша лекция сегодня? Моя лекция была о том, как опасно слишком много знать. И почему же опасно слишком много знать? Потому что, когда много знаешь и некритично к этому относишься, у тебя возникает идея о том, как бы захватить мир и поуправлять другими людьми. Твои силы на исходе. Как новоиспеченному студенту тебе нужно уметь добывать кофе и еду. Пойди сделай это. Нужно прокачать новые умения, танцы. Найди фан-клуб Нинтендо и зажги. Вперед! Как тебе пикник, который проходит здесь сегодня? Нравится. Особенно лекции слушать. Мнение или какую-то интерпретацию всяких научных теорий и этики и всего остального именно о преподавателе НГУ. Да и не только. Я вижу, что людям интересно, они перемещаются от площадки к площадке, задерживаются, интересуются, находят площадки по интересам. Я бы поиграла вот в танцы, там я видела, и в джангу. Никогда не играй в танцы. Этот парень перетанцует тебя. Просто советую. Я вижу, как пикник развивается, и с каждым годом все лучше и лучше. Я надеюсь, что студентам так же интересно, как и мне. Новая атмосфера, новая жизнь. Новая жизнь, в которую ты приходишь. Еще недавно ты был обычным школьником, а сейчас ты уже студент. Студент! Вот так вот. НГУ. Вау. Сибирского государственного университета. Можете ли вы дать какой-нибудь совет, как не проиграть сессию? Играть в нее часто? Что бы вы больше пожелали первокурсникам? Больше беззаботных солнечных дней или больше темных бессонных ночей? Я бы пожелал вам побольше ясных ночей, в которых видно красивые и интересные звезды. Я желаю первокурсникам, прежде всего, успешной учебы. Все-таки они для этого пришли в университет. Ну и, конечно, познать все прелести студентской жизни, жизни, проживания в общежитиях. Не выпускайте всех радостей нашего кампуса, которые имеют в нем место быть, помимо учебы. Ну вот, хотя бы вот этот движняк сегодня. Я желаю нашим первокурсникам не терять уверенность в себе и в своем призвании. Ну а если все-таки они разочаруются, то ничего страшного, всегда все можно переиграть. Все миссии пройдены, боец. Теперь ты готов. Впереди 4 года увлекательной битвы за знания. Твоей самой главной битвой. Смотри, не проиграй сессию. Твоей машин, не проиграй сессию. Играет музыка. Он переносит. Продолжение следует...